Как набрать большое количество петель на спицы и не ошибиться в этом? Особенно этот прием поможет при наборе петель на большие изделия. Это, например, гигантские снуды, которые вы вяжете по кругу, или это пледы, или это просто какие-то большие-большие свитера, где очень-очень много петель. Так как я люблю вязать пледы, люблю вязать такие вязаные одеяла, этот прием мне всегда очень помогает. И узор всегда сходится в итоге, потому что количество петель правильное. Я никогда не ошибаюсь ни на одну петлю. Всем привет! Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на около вязальные темы. Сегодня рассмотрим с вами очень простой прием, который вам поможет не ошибиться в количестве петель, которые вы набираете на изделии в первом ряду. Этот прием мне помогает, когда количество петель очень большое, всегда очень сложно за ними уследить. И что нужно для этого делать? Я сегодня вам все расскажу. Это очень короткое и полезное видео. Для этого вам нужны спицы, пряжи, из которых вы будете вязать, и еще вам нужны маркеры. Давайте с вами вместе начнем. Итак, представим гигантское, огромное просто количество петель. Например, их 200 будет. Как я предлагаю вам начать работу? Чаще всего петли я набираю для пледов именно методом длинный хвост. Захватываю нить и стандартным способом набираю петли. И здесь мы с вами начинаем внимательно считать. В зависимости от того, какое количество петель, если, например, их 200, я могу набирать петли такими этапами по 50 петель. Но давайте с вами для простоты я сейчас буду набирать такими секциями петли по 20. Например, вот здесь 2 и так далее. 4, 5, 6, 7, и так 20 петель. После этого я беру маркер и отделяю 20 петель от других. Далее я набираю следующие 20 петель. Итак, снова 20 петель, и я их отделяю следующим маркером. И так далее. Следующие 20 петель снова отделяю маркером. Набирайте то количество петель, которое вам нужно. Итак, в итоге я набрала 80 петель, отделила их маркерами. И в случае необходимости я, бывает, все-таки пересчитываю петли перед тем, как уже начать вязать первый установочный ряд. Почему я это делаю? Потому что если у меня здесь какая-то ошибка в одну петлю, например, я всегда могу ее добавить. Это очень удобно. Потому что если вы уже начали вязать первый ряд, уже сложно будет что-то изменить. Или придется там добавлять какую-то петлю, прибавку делать. Если у вас узор не будет сходиться по петлям, в случае, если какой-то петли не хватает. Или даже двух, или трех. Чаще всего у меня бывали ошибки действительно в одну петлю. То есть бывает, что ты недосчитаешь, или какие-то другие сложности. В этом случае у меня таких проблем вообще никогда не возникает. Я отделяю определенное количество петель маркерами, и очень просто посчитать. В дальнейшем, когда вы уже вяжете все изделие, эти маркеры вы снимаете, и начинаете вязать обычный свой узор, который вам требуется по вашему изделию. Очень простой прием. Я в одном из старых видео об этом рассказывала, но там само видео довольно длительное. Я там рассказываю про пледы, и бывает сложно найти конкретный лайфхак, конкретный полезный прием. Поэтому я решила сделать отдельное видео, которое будет очень полезным. Делаете ли вы так? Если у вас какой-то другой прием по подсчету петель, напишите мне, пожалуйста, обязательно в комментарии. Был ли это видео полезен, тоже напишите. И еще какие темы вам интересны, тоже пишите в комментариях. Буду вам очень рада. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем желаю удачи в вязании, побольше вдохновения, и всем пока! До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok